МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Айяна Гусейнова. Вот некоторые темы выпуска. 20 миллионов рублей на защиту Палю. А чего берегут главных красавиц курорта? Представители 52 стран смогут получить электронную визу. Как ее оформить и сколько она стоит? Хулиган выехал навстречу и совершил опасный маневр, если пострадавшие. Иностранцам разрешили въезд в Россию через Сочи по электронным визам. С 1 августа началась выдача документов для резидентов других стран. Электронная виза доступна представителям 52 государств. В перечень пунктов пропуска, через которые можно въехать в Россию по электронной визе, вошли морской порт и аэропорт Сочи. Всего таких пунктов пропуска 100. Подать заявление на получение электронной визы можно на специальном сайте Министерства иностранных дел России. Срок оформления документа составит до 6 календарных дней со дня подачи заявления. Стоимость разрешения на въезд для иностранцев не превысит 52 долларов. Срок действия однократной визы 60 суток со дня оформления, с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток. По данным ТАСС, заявление на получение визы подается только после регистрации на портале или в мобильном приложении МИД России. Далее нужно оплатить консульский сбор. Информация о рассмотрении заявления направляется на указанную электронную почту. Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете на сайте. Более 20 миллионов рублей заложено в бюджете Сочи в 2023 году на обработку пальм от вредителей. Эта процедура проводится на курорте 6 раз в год. Специалисты сочетают внутристволовую пропитку с опрыскиванием кроны. В августе начался очередной этап. Методика борьбы с инвазивными вредителями – пальмовым мотыльком и долгоносиком – была разработана совместно с учеными Субтропического научного центра Российской академии наук. Обработки регулярно проводятся администрациями внутригородских районах в рамках заключенных муниципальных контрактов. На муниципальных территориях все засохшие пальмы замещены новыми саженцами в рамках программы компенсационного озеленения. Только в прошлом году на улицах Сочи высажено около 700 молодых пальм. В Сочи наиболее распространены трахикарпус или китайская верная пальма, которая отлично размножается самосевом, а также хомеропс – приземистый и в Вашингтоне – ничитая. Феникс канарский изображен на гербе курорта. Методика борьбы с пальмовыми вредителями распространена среди всех хозяйствующих субъектов и управляющих компаний города. Ежегодно в апреле на базе Субтропического научного центра РАН для них проходит городской семинар, участников которого обучают правильно бороться с инвазивными вредителями. Оказывается, методическая помощь и жителям частных домовладений. Получить необходимую информацию сочинцы могут по телефону «Горячие линии». Номер вы видите на своих экранах. А тем временем в Сочи продолжают готовиться к осенне-зимнему периоду. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, подготовка завершена на 50%. Все работы проводят строго по графику, который был составлен специалистами совместно с управляющими компаниями курорта. В составе теплоэнергетического комплекса города более 80 котельных, насосные станции и центральные тепловые пункты. Подготовка к отопительному сезону ведется поэтапно. Сейчас работы идут в Хостинском районе. Масштабная модернизация проходит на одной из самых крупных котельных номер 16 на улице Яна Фабрициуса. Она была построена перед Олимпиадой. Сейчас к ней подключаются новые абоненты, что требует увеличения производительности оборудования. В данный момент проводится увеличение коллекторов теплообменного оборудования. Работы ведутся без отключения абонентов за счет перехода на резервное оборудование. Увеличение числа теплообменного оборудования, замена насосов на более мощное, увеличение диаметров трубопроводов. Добавлю, что для поддержания бесперебойного теплоснабжения ведут текущие и капитальные ремонты оборудования и тепловых сетей. Так, в июне на улице Черноморской было заменено более 200 метров магистральной тепловой сети, снабжающей теплом микрорайон Светлана. К новому отопительному сезону уже полностью готовы почти 200 многоквартирных домов, а также объекты социально-культурной сферы. Проводится промывка и опрессовка системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения. По результатам проведения выполненных работ, техническая документация будет передана в Департаменте городского хозяйства для согласования выполненных работ. Полностью завершить все работы по подготовке к зиме планируют через месяц, к 1 сентября. 4 миллиона 300 тысяч туристов посетили Сочи с начала года. Такие данные привел глава курорта Алексей Копайгородский на выездном заседании городского оперативного штаба по проведению летнего сезона. В целом сезон проходит успешно, отметил мэр, но это требует постоянной работы и контроля со стороны администрации Сочи. Так, после штормового предупреждения все 170 пляжей приведены в порядок и полностью открыты для купания. Работает горячая линия в Департаменте курортов туризма и потребительской сферы. С начала года Роспотребнадзором исследовано более 3,5 тысяч проб морской воды. Они соответствуют всем санитарным требованиям. Под контролем и качество питьевого водоснабжения оно также находится в норме, о чем свидетельствует более 6,5 тысяч лабораторных исследований, проведенных в течение года. За неделю взято и исследовано 177 проб из коммунальных водопроводов. Все они соответствуют нормативным значениям. Впереди еще почти целый месяц лета. Работа будет продолжена. Главный основной вопрос. Вопрос это безопасность. Все знают, что самый горячий, самый сложный месяц это август месяц. Большое количество отпускных мероприятий у россиян, большое количество детей перед первым сентября. Поэтому максимально быть всем внимательным. По контролю всех мест массового скопления людей должен быть контролироваться. Поэтому этот месяц нужно очень серьезно поработать. Заседание штаба прошло в санатории «Золотой колос» – одном из старейших на курорте. Сегодня он оказывает современные услуги и загрузка там близка к стопроцентной. Гости приезжают в эту здравницу из года в год. Мы, тем не менее, выбираем именно зеленый Сочи. Нам нравится территория, где можно подышать и посозерцать, и полюбоваться. Плюс здесь великолепный фонтан. Вообще город преобразился, и для гостей уровень отдыха стал очень высоким. В целом по Сочи загрузка сейчас близка к пиковой. Загрузка средняя по городу – 91,3%. У нас растет сильный горный класс – 76%. По сравнению с прошлым годом – рост на 5%. Контролируется и работа всех 120 объектов туристического показа. Сотрудники полиции совместно с общественниками проводят патрулирование. Пресекают и случаи навязывания услуг отдыхающим. Мониторинговые группы осведомляют гостей и жителей курорта о мерах пожарной безопасности. А инспекторский отдел ГИМС регулирует сферу использования в акватории маломерных судов. За минувшую неделю инспекторы провели 49 выездных обследований. Выписано 4 предостережения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К счастью, все обошлось. Водитель с видеорегистратором успел остановиться. В Хостинском районе стражи порядка остановили автомобиль марки «Мерседес», передвигавшийся по городу без госномеров. Установлено, что иномаркой управлял 20-летний уроженец Новосибирской области, который не имел водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Сочи, в действиях приезжего усматриваются признаки преступления. Машина помещена на специализированную автостоянку. Грубое нарушение ПДД запечатлел видеорегистратор. На записи видно, как на федеральной трассе водитель иномарки едва не устроил лобовую аварию, объезжая затор по встречке. Подробности инцидента уточняются. В Адлерском районе столкнулись такси и мототранспорт. Авария произошла на улице Садовой. По предварительным данным, медпомощь понадобилась водителю двухколесного транспорта. Обстоятельства уточняются. Во время плановой очистки решеток сотрудниками водоканала была обнаружена красноухая черепаха. Скорее всего, животное оказалось в сетях канализации из-за нерадивых хозяев. Специалисты не обнаружили визуальных повреждений на ней и выпустили в близлежащее озеро. Это не все, что хотели вам рассказать. Смотрите во второй части программы. Сочинцев просят сдать сувениры. Для чего они нужны? Безопасность во главе угла. Как защищают сочинские школы. Смотрите в нашем сюжете. Расстелить коврик. Где и когда проходит бесплатная йога в Сочи. Далее вас ждет реклама. Она пройдет быстро. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Не можешь найти свой красный унитаз? Так он же в магазине Аквамен. Там и раковина твоя, и ванная, и душевая кабина, и мебель для ванной комнаты. Просто приди в любой магазин сантехники Аквамен и забери. Зайди и спроси. Где мой красный унитаз? Не забудь. Магазин Аквамен. Клиника УРОПРО. Восстановим ваше урологическое здоровье. Если смокинг, то ДСДОМАТ. Семейная стоматология Гермес. Это клиника современных и эффективных решений для здоровья вас и ваших близких. Семейная стоматология Гермес. Курортный проспект 105. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника УРОПРО. 300-04-79. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Часть дендрария закроют для посещения на два дня. Это связано с проведением технических работ на канатной дороге. Так, 4 и 5 августа с 9 до 12 часов дня верхняя часть дендропарка будет закрыта. В это время жители и гости Сочи смогут посетить только нижнюю часть дендрария. Об этом сообщила пресс-служба Сочинского национального парка. Напомню, подвесная пассажирская дорога в Дендрарии была открыта 46 лет назад. Протяженность канатки небольшая. Всего 897 метров. Но она пользуется большой популярностью у туристов и жителей курорта. Сочинцев приглашают принять участие в создании новой выставки. Она будет посвящена 60-летию со дня основания сувенирной фабрики на курорте. В экспозиции будут представлены коллекции сочинских мастеров, которые могут пополнить и горожане. Сегодня найти предметы сочинской сувенирной фабрики нелегко. Их осталось не так много. Вот, к примеру, кадры архивного материала, снятого в марте 2021 года в музее дачи певицы Барсовой. Тогда там открылась выставка под названием «История сочинского сувенира». В экспозиции были представлены 117 памятных подарков, изготовленных на курорте, начиная с начала 20 века и по сегодняшний день. Проведение нынешней выставки уже под названием «Сочинский сувенир» запланировано на 13 сентября, день 86-летия образования Краснодарского края. Экспозиция будет посвящена мастерам и художникам, работавшим на сувенирной фабрике «Сочи». Их изделия в 60-е и 90-е годы прошлого столетия пользовались большой популярностью среди сочинцев и гостей курорта. С целью создания наиболее полной коллекции, жители Сочи также могут предоставить для экспонирования сувенирную продукцию фабрики, если она сохранилась в семьях. Уточнить информацию можно у сотрудников Сочинского художественного музея по телефону. Перед началом учебного года в Сочи проверяют антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. До 20 августа будут обследованы более 180 объектов. В одной из первых проверку проводили в гимназии номер 8. Нужно сказать, что изучается и документация, и сама организация, которая занимается обеспечением безопасности. В преддверии нового учебного года в образовательных организациях проводятся мероприятия, направленные на проверку антитеррористической безопасности данных организаций. Международными рабочими группами, в состав которых входят сотрудники администрации города, представители силовых структур, осуществляются проверки школ, других образовательных организаций. Данная работа проводится в ежедневном режиме. Проверяют соответствие требованиям антитеррористического законодательства, выполнение установок Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии администрации Сочи. Согласно им, в каждой школе должна быть установлена система оповещения о террористической опасности. Так, в 8-й гимназии их несколько. Это сирена, записанная голосовая инструкция о действиях в случае опасности. Например, закрыться и оставаться в классах до приезда сотрудников правоохранительных органов. А также, возможно, прямое обращение по громкой связи директора или кого-то из учителей. Также проверяющих интересовала работа камер видеонаблюдения, охранной сигнализации. При подготовке к учебному году будет проверено более 180 общеобразовательных учреждений. В ходе проверок особое внимание уделяется инженерно-технической укреплённости, пропускному режиму и наличию физической охраны. Добавлю, также проводятся учебные тренировки групп задержания. Уже проведено более 40 подобных занятий. На дежурство ежедневно заступает 12 нарядов, которые незамедлительно реагируют на сигнал тревога. Наряд должен приехать в течение 4 минут. В случае выявления замечаний, недостатки доводятся до руководителя общеобразовательного учреждения. Для их незамедлительного устранения. Пока серьезных нарушений, влияющих на безопасность, не выявлено. Телеканал «Сочи-24» презентует новую рубрику в рамках информационной программы «Время новостей». Еженедельно мы будем рассказывать о городском проекте «Активное долголетие». Сегодня он охватывает почти 10 тысяч сочинцев. Благодаря этой программе люди старшего поколения стали чаще выходить из дома и интересно проводить время вместе. Они посещают секции по боксу, легкой атлетике, конному спорту, шахматам и другим видам. Так наша съемочная группа побывала на этих занятиях по йоге. Посетить их можно совершенно бесплатно. О том, как они проходят, расскажет Асальту Легенова. Есть слово. Намасте! Именно так вас будут приветствовать на бесплатной утренней йоге в парке Ривьера. Здесь вы сможете разучить асаны, открыть свои чакры, а самое главное – зарядиться позитивной энергией на весь день. В тени деревьев проходят бесплатные занятия по йоге в парке Ривьера. Благодаря благоприятной погоде в Сочи заниматься йогой на свежем воздухе можно будет вплоть до октября месяца. Дальше занятия будут проходить в закрытом помещении спортивной школе номер 25. Ну а пока желающие освоить духовную практику собираются в парке. Опыт и возраст совершенно не важны. Здесь будут рады всем. Любой возраст стараемся подбирать программу для всех. Те, кто еще не пробовал, новички, допустим, вообще не касались этого вопроса. Точно так же в процессе занятия все объясняем, все справляются, очень нравятся, быстрые результаты. Вот буквально месяц-два люди, кто ходит на постоянке, уже видят результат, очень радуются. Посетители утренних занятий от йоги восторги. Как, к примеру, Венера Попкова. Возраст свой не скрывает. Ей 69. Йогой занимается 15 лет. Переехав в Сочи из Уфы, обрадовалась, что есть возможность заниматься бесплатно. Я уже полтора месяца хожу и уже чувствую результат. У меня проблемы со спиной были, они уже потихоньку проходят. Но и параллельно я обрадовалась. Позавчера померила, в объем еще на 3 сантиметра уменьшилось. На йогу под открытым небом в парке Ривьера приходят не только местные жители, но и гости курорта. Я из Москвы. Приехал сюда отдохнуть, как, собственно говоря, большинство людей. И гуляя здесь по парку, мы заметили такие надписи, таблички. Я просто практикую в 7 лет уже. И решил не прекращать практики даже во время отдыха. Занимаюсь йогой уже более трех месяцев. Самочувствие прекрасное, бодрость духа, шикарное настроение, радость, счастье в душе. Бесплатные занятия по йоге в парке Ривьера проходят по понедельникам, средам и пятницам с 8.30 до 10.00 утра. Программа реализуется в рамках проекта «Сочинское долголетие». На курорте уже третий год. Так, в 2022 году различные бесплатные секции в Сочи посещали около 8 тысяч человек. В этом году количество занимающихся превысило 10 тысяч. Асальту Легенова, Дмитрий Говорков. Время новостей. И на этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. На этом я с вами прощаюсь. А прямо сейчас смотрим выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафишу. На Японию обрушился тайфун Ханун. Порывы ветра достигают 180 км в час. Страдает юг страны. Не обошлось без жертв. На острове Окинава сообщается о двоих погибших. Еще более 40 человек получили телесные повреждения там, а также в префектуре Кагасима. Более 160 тысяч семей остались без света. Повреждены здания, нарушено движение транспорта, закрыты магазины. На Окинаве на два дня закрывали аэропорт Наха, главные ворота в этот популярный у туристов район. Сейчас его открыли, однако сотни рейсов остаются отмененными. Ханун – тайфун долгоиграющий, двигается медленно и продолжает приносить в регион сильные дожди и порывистый ветер. Он перемещается со скоростью 15 км в час по южно-китайскому морю на северо-запад, однако, как ожидается, до 8 августа может повернуть на восток в сторону главных островов Японии. В переводе с тайского «ханун» означает «джекфрут». Полицейские рейды в Рио-де-Жанейро привели к гибели девяти человек. Как сообщается, среди них было двое предполагаемых главарей банды. Один офицер был госпитализирован. У подозреваемых изъяли винтовки, боеприпасы и гранаты. Ранее в ходе подобных рейдов также было убито не менее 16 членов преступных группировок в прибрежных городах Гуаружа и Сантос, которые находятся в самом густонаселённом штате Сан-Паулу. Это вызвало протесты местных жителей. Мы хотим сказать нашим государственным служащим, что не согласны платить за пули, которыми убивают наших детей. Причиной полицейских облав стало убийство правоохранителя, за которым последовали столкновения вооружённых банд с полицией. Губернатор Сан-Паулу пообещал расследовать обвинения в применении чрезмерной силы, но одновременно он выступил в защиту работы полиции в опасных условиях. В 2021 году не менее 29 человек были убиты в ходе операции в трущобах Рио, при этом погиб один полицейский. Бывший президент Джейр Болсонару стремился укрепить безопасность полицейских, а также поддерживал правоохранителей в их действиях. При этом нынешний президент Лаиса Насио Лула да Силва критикует своего предшественника за то, что тот якобы закрывал глаза на убийство. Бразилия – страна с самым большим количеством убийств в мире на душу населения. Одновременно национальные силы безопасности среди самых подготовленных на планете. Они регулярно сражаются с бандами наркоторговцев и вооружёнными группировками, которые удерживают контроль над многими фавелами – бедными кварталами трущоб. В Иране из-за аномальной жары два будних дня сделали выходными. Закрылись госучреждения, банки и школы. Больницы приведены в состояние повышенной готовности. На улицах дежурят машины скорой помощи. В Ахвазе на юго-западе Ирана температура поднялась до 50 градусов. В Тегеране сейчас плюс 40. Власти рекомендуют пожилым и людям с хроническими болезнями оставаться дома. Сегодня слишком жарко. Приходится надевать свободную и лёгкую одежду. Я не припомню такой жары в Тегеране. Так жарко мне было только на юге Ирана, когда я там жил. А это Чили. Здесь сейчас зима, но она экстремально жаркая. В горной местности в Кокимбо плюс 37. В Сантьяго плюс 25. Это на 10 градусов больше обычной зимней температуры. Очень жарко. На зиму непохожее. Климатологи говорят, что на погоду в Чили повлиял природный феномен Эль-Ниньо, из-за которого нагревается Тихий океан. Этот год может стать одним из трёх самых тёплых за всю историю наблюдений. И с вероятностью в 50% это будет самый тёплый год, когда-либо зарегистрированный на планете. От изнуряющей жары страдают и на другой стороне земного шара. В Южной Корее во многих регионах регистрируют около 40 градусов Цельсия. При этом в Пуане на западе страны десятки тысяч молодых людей собрались на всемирный слёт скаутов. 500 из них уже обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия, вызванного жарой. Болиды с электромотором в скором будущем могут стать мечтой каждого автогонщика. Пока минус таких автомобилей в долгой зарядке. Но этот гоночный прототип полностью рушит стереотипы. Он заряжается всего за 4 минуты. Болид построила студенческая команда InMotion, созданная в 2012 году в Эйндховене в Нидерландах. Разработчики называют своё детище самым быстро заряжающимся электрическим гоночным автомобилем в мире. Мы уже достигли времени зарядки в 12 минут, что на 10 минут быстрее, чем у существующих на рынке аккумуляторов. А на прошлой неделе мы представили аккумулятор, который заряжается за 4 минуты. А если точнее, за 3 минуты и 56 секунд. Обычные аккумуляторы заряжаются по несколько часов. Если процесс ускорить, будет выделяться больше тепла. В итоге батарея прослужит недолго. Студенты решили эту проблему, внедрив в аккумулятор систему охлаждения. «Для быстрой зарядки автомобилей необходимо охлаждение, потому что литиевые элементы выделяют тепло. И это ограничивающий фактор, поскольку элементы перегреваются. Однако у нас хорошее охлаждение, и всё остаётся в норме». Ёмкость аккумулятора 29 киловатт-час. Он обеспечивает запас хода в 250 километров. Спортивный прототип соответствует классу LMP3. Пока болид тестирует на трассе Зантворд в Нидерландах. Позже он будет участвовать в гонке 24 часа Лимана во Франции, но только для демонстрации новых технологий. После неудачного падения Джен Белл оказалась в неожиданном для неё месте – больнице Конкорд в Сидне. На протяжении десятилетия она сама работала в ней медсестрой. «Я явно не смотрела, куда иду, и, к сожалению, сильно ударилась». Чтобы восстановиться после травмы, Белл приняла участие в новой программе. Она призвана помочь пожилым набраться сил, чтобы снизить риск падения. Команда состоит из диетологов, физиотерапевтов и гириатров. Они составляют комплекс специальных упражнений, чтобы помочь пациентам увеличить силу и способность держать равновесие. «Я сразу же заметила, что у меня нет уверенности, что я слаба и плохо хожу. Эта необычная гимнастика снова вернула меня к нормальной ходьбе». Этот специализированный центр больницы Конкорд создали после успешных результатов аналогичной программы в Балмейне, при городе Сидне. В течение 12 месяцев исследований выяснили, что особые упражнения и питание привели к снижению уровня госпитализации пожилых людей из-за травм на 84%. «Мы пытаемся сократить случаи госпитализации за счёт улучшения здоровья и физического состояния, чтобы люди могли продолжать жить дома». Программа ещё только начинается, но спрос на неё уже есть. «Это плюс для системы здравоохранения, потому что мы делаем всё возможное, чтобы этим пожилым людям вообще не приходилось обращаться в больницу». Ожидается, что в штате Новый Южный Уэльс появится больше подобных центров. Телеканал «Сочи-24» приглашает провести летний вечер за просмотром российской мелодрамы. На экране фильм «Об этом лучше не знать». Главный герой – успешный предприниматель, которого посвятили в тайну знакомств между одинокими женщинами и состоятельными мужчинами. Теперь его одолевают большие подозрения по поводу его когда-то случайной встречи с женой. Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев фильм «Об этом лучше не знать» в эту пятницу, 4 августа в 21.00 на телеканале «Сочи-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...